По народным поверьям, в рождественский сочельник наиболее точно предсказывается будущее. Гадать можно на удачу, деньги, желание и любовь. Самым страшным считается гадание на суженого, когда девушка должна увидеть избранника в зеркале. Чтобы он пришел, гадающая должна сидеть в бане с двумя столовыми приборами и звать суженого на ужин. А те, кто не осмелится на такое, может у первого встречного мужчины на улице спросить имя. Так и будут звать суженого. Узнать, что ждет в будущем, можно также по кофейной гуще с помощью книг и ниток. А у абаканцев есть свои способы гадания. Сжигали бумагу, так комком сделаешь, делаешь, делаешь, а потом подожжешь, на стеночку смотришь и что-нибудь да вырисовывается. Ну и фантазируешь, что вырисуется твое. Как выйдешь на улицу, если ветер подует с севера, на лицо, к удаче в принципе. Ну, я гадала по свече, по воску и с водой. У меня дома есть тетрадка с обозначениями. Мы с сестрами сидели гадали. Если в ночь перед Рождеством к вам в дверь постучат незваные гости, не бойтесь. В святке есть еще одна традиция – каледовать. Веселыми песнями ряженые развлекают хозяев. За это их принято угощать сладостями. Традиция каледовать и гадать уходит во времена языческой Руси. С тех пор способы ворожбы развивались и сейчас погадать можно на современный лад. Компьютер – отличный помощник для того, чтобы погадать на суженого. Нужно всего лишь открыть любой текстовый редактор и наугад носом нажать на клавиатуру. Какая буква выпадет – на ту и будет имя вашего суженого. Если же нажмете на интер, то тогда мужей будет много, а если на дэлит, то весь год будете сидеть в девках. Посмотрим, что же ждет меня. В гаданиях поможет и мобильный телефон. Нужно только позвонить начальнику. Если соединения нет, о замужестве думать рано. А если гудки пошли, то готовьте платье. Но даже современные гадания должны проходить по правилам. Распущенные волосы, отсутствие оберегов, узлов и поясов на одежде поможет связаться с нечистой силой. Ведь именно она делает ворожбу правдивой. В народе верят, в ночь перед Рождеством снимаются все запреты и на землю спускаются таинственные силы. Но обращения к нечисти приветствуются не всеми. Если вы человек православный, то согласно этой религии не очень хорошо верить вообще в приметы и в гадания тоже. Поэтому мы ходим в церковь и не гадаем. Гадать или нет – выбор личный. Обращаться за помощью к миру умерших можно не только в сочельник. Святочные гадания длятся 12 дней. От Рождества и до Крещения. Анастасия Павлова, Евгений Сульбереков, Светлана Панина. Новости, 7-й телеканал. От岐 미наг субтитры. Автор в propriet�지. Автор субтитры伊вак... Автор субтитры... Продолжение следует...